У нас гости! Ребята! А это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 и 9 Да, добрый вечер уважаемые радиослушатели, еще раз у нас в гостях не менее известный эксперт сейчас политолог Кристианс Розенвальдс, добрый вечер! Добрый вечер! Я знаю, что вы были в эфире Радио Болтком еще до того, вот как стало понятно что вот необходимое количество подписей до следующего этапа для референдума по второму госязыку было собрано и вы тогда уже выражали тревогу по поводу вообще общей эскалации вот такой напряженности ну сейчас, как мы знаем, этот сбор подписей завершился, необходимое количество подписей собрано, мы знаем какие процессы сейчас происходят в Сейме каковы ваши ощущения? Нет такого ощущения какого-то тупика и безысходности потому что я так понимаю, что две стороны заняли стороны круговую оборону я так понимаю, обмениваются любезностями в кавычках и ничего дальше не происходит вот как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Нет, ну тут есть две как бы аудитории с которыми говорить я сейчас не говорю про латышкое и русское я говорю о том, что мы говорим ну про узкое и не узкое когда мы говорим с народом через радио я бы хотел сказать, что не так уж все плохо мы найдем выход и... Такая психотерапия такая, да? Да, потому что сейчас еще нагнетать атмосферу того, что типа безвыходность я бы и не хотел, потому что я сам от нее очень боюсь и очень боюсь и я вижу в узкой, если бы мы говорили узкой аудитории я вижу очень много опасений очень-очень много потому что ты прав в том, что мы находимся не разговаривая каждая из сторон даже заинтересована идти глубже в своих фобиях и в своем раздражении и я не вижу кого-то который сейчас приглашал бы на смирение потому что даже те позывы и те приглашения которые идет и в той же коалиции и не только они, по-моему, все еще продолжают как бы раздражение а не успокоение создает к сожалению вот так вот вот и к тому же ты немножко вправ что я все еще не вижу той силы которая бы способна было бы каким-то образом из центра по краям это успокойствие как бы внушать но это не означает что ее не будет потому что я все еще верю верю в то верю в том что мы очень близко к тому чтобы ее найти все-таки ну на что-то нужно надеяться да вот мы знаем что например ценносогласие вчера предложил такой компромисс да то есть фактически речь не идет о втором государственном языке они предлагают по крайней мере ну какой-то статус для русского языка определить ну к примеру что можно обращаться с заявлениями письменными там не знаю к местным властям ну что по крайней мере приподнять русский язык выделить его из вот этой череды иностранных языков потому что я думаю ты согласишься что ну русский язык в Латвии это не то же самое что не знаю испанский или таджикский язык в Латвии а статус у них один иностранный язык ну мы знаем правящая элита сказал что нет никаких компромиссов в вопросе языка быть не может и опять тупик или все-таки ты считаешь что возможно здесь какой-то диалог на этой почве я не специалист по языкам мне просто кажется какое должно быть поле для переговоров вот как бы ты это оценил ну я думаю что вот на данный момент это есть немножко упрек сасканья с центра потому что зная что будет отвержение может быть не было смысла с этим предложением в тот момент и идти сейчас не самое подходящее время потому что ну мы знаем какой будет ответ коалиции ну ты же тоже там не должен быть очень образованным чтобы понять какой будет ответ коалиции в этом случае то есть это было предсказуемо да и вопрос я сейчас я я может быть возвращаемся обратно еще вообще к истокам да я так же как и Нил Сушаков когда он заявил считаю что скорее всего вопрос языка был не самым главным вопросом который был когда был собранный эти подписи потому что люди больше были разочарованы в отношении к них они по поводу языка потому что я так же сейчас скажу одну мысль потом скажу почему я призываю вот таких мыслей больше не говорить что я вчера говорил со своим другом русскоязычным о том что реально ну вот так посмотрим ситуацию мы на самом деле жили последний год до референдума до прошлого ну то бишь не этот год до десятый год мы жили по-моему довольно в адекватном дружеской среде по языку говорю а не по другим по языку как бы было латышский язык был государственным большинство людей говорило и на русском обращаясь даже неофициально нигде не было обозначено но обращаясь в те же больницы в самоуправлении все которые хотели обратиться по-русски в самоуправлении на информационном центре по-рубому все равно с ними по-русски говорили на самом деле я не помню таких громких заявлений что типа там парень из села да углопился обратился в самоуправлении да углопился обратился на русском с каким-то как минимум устным заявлением а ему ответили нет нет давай уходи отсюда не говорим с тобой по-русски но я такого не слышал на самом деле просто вопрос в том что потом это с помощью разных там нагнетаний это прошло уже к тому что типа сейчас я точно знаю что я знаю тех людей которые и на улицах не разговаривают по-русски и те которые на улице не разговаривают уже из-за принципа по-русски вот на данный момент да а год назад обикну честно не было такого ярко выраженного но была проблема не с языком а всем остальным вокруг языка это правда то есть в принципе проблема в отношении да я думаю что я немножко тоже перескажу те слова когда вчера с этим своим другом разговаривал и он мне сказал такое интересное мы ну так тоже оценивали что вдруг произошло и его я не хочу в себе это выхватизировать это он был он сказал что есть такое подозрение что с ухудшением экономической ситуации что произошло что до этого мне латышу хватало и для жизни и для бизнеса и мне все хватало и то что рядом находящиеся русские евреи или кто угодно для себя тоже имел ну и хорошо не хорошо а я все равно не способен взять и твое потому что мне руки не доходят а тут всем было хорошо из этого этот языковый вопрос отношений с латышской стороны был не актуален да он был актуален всегда но он не был в повестке дня номер один тогда остроты не было скажем так да остроты не было что произошло во время кризиса что мне начиналось не хватать оказывается что ну подожди у меня не хватает ну и ты еще рядом здесь и тогда вопрос начинается примерно подожди слушай к тому же ты уже научился язык ты уже даже выполнил даже те требования которые тебе неприятны или непонятны уже и гражданство многие получили и гражданство получили подожди а где мои преференции я латыш я хозяин ты по определению нет потому что а где же мои льготы и тогда получают и это создает уже какую-то форму ну создает остроту вот как ты сказал это слово и это просто и по-моему была одна из таких ну то есть менять нужно отношения да вот по существу не вот эти даже вот языковой статус не статус а именно вот такое отношение на данный момент я думаю что что мы должны сегодня делать смысл того что совета оболтиня или сармита элэрта пишет на русском объяснительные ну типа обращение к русским они бессмысленны сейчас они не собирались по-моему это делать да они пост хотели подзявления у него не были я понял что была статья той же элэрты в Дельфиях на русском и не только и то что сейчас я понимаю очень актуально к тому же сегодня мне напомнили что даже Ленин в свое время говорил что коммунисты национальные коммунисты должны заниматься тем что они должны успокаивать своих националистов на своем же языке грузин на грузинском условно говоря там узбеки на узбекском почему потому что возможность та что типа я сейчас буду говорить на русском и буду вас русский каким-то образом куда-то интегрировать или ввести невозможно по определению потому что как ты правильно мы помнишь вчера когда по телефону говорили для вестях ты говоришь что типа возможно что Тевзамец будет призывать русский к чему-то ну там ну проигрыш по определению так же как современный набор что если сейчас русский будет успокаивать им латышей но мы же тоже там люди поверьте нам тоже бессмысленно мы должны найти латышей которые успокаивают латышей мы должны найти русских которые успокаивают русских то есть в этом такой рецепт это единственный рецепт на самом деле хорошо а что должна вот не знаю сказать власть хорошо пускай если мы говорим о латышских политиках что бы должна была на твой взгляд совета бы ты не сказать не знаю латышской части общества Я, ну, не хочу быть самым мудрейшим латышом или, наоборот, тем, который там исповедь делает от имени латышей, потому что ты сам знаешь, что не все меня поддерживают, в том числе, но мы должны признать то, что мы лицемерны немножко, всё-таки. И мы всегда, то, что я только что тебе до этого говорил, мы считаем русских немножко второсортными. — То есть это нужно признать? — Это нужно, как минимум, признать. Ребята, ну давайте, ну, то бишь, мы ведём себя очень похоже, как в Америке, по отношению к неграм. Их, как бы, назвать неграм нельзя, но на работу... — Мы их всё равно не любим. — Ну, мы всё равно их не любим. И на работу всё равно не принимаем, и находим разные поводы, почему мы их просто каким-то образом... — Всё равно мы расисты, по-большому счёту, но мы прикидываем, что мы не расисты. Мы делаем какие-то умные выражения лица и прикидываемся. И то же самое известно, что мы должны признать, да, если мы помним, какие были дискуссии по отношению выбора того же Обамы, только что президента. — То есть хотя бы с этого начать, да? Это не так просто. У нас очень много звонков, давайте будем их принимать до вечера. — Здравствуйте. Вот вы правильно говорили насчёт национальных коммунистов, только вы не упомянули, что Центр Согласия как раз и был той силой, которая всё время русскую аудиторию уговаривала не выступать, не бить машины, и резко не выступать. — Спасибо большое. Интересное мнение. Ещё один звонок сразу примем, потом прокомментируем. Добрый вечер. Слушаю вас. — Добрый вечер. Да, в продолжение. Честно говоря, Центр Согласия сейчас себя дискредитировал, да, и вот единственный человек, на мой взгляд, со стороны русских, кто может сейчас успокоиться, это Линдерман. Ну, для начала ему гражданство нужно дать. Это первое, что я хотел сказать. А со стороны Латышей кто это будет успокаивать? Кто такой человек, да? Это первый вопрос. И второй, статус русского языка, который Центр Согласия предложил, да, это будет точно такой же статус, как неграждане, да, то есть это язык неграждан, да, вот то, что сейчас Центр Согласия предложил. Русский язык — это язык для неграждан. Спасибо. — Интересный. Это даже комментарий, не столько вопрос. Вторая часть. Ну, первый вопрос. Кто со стороны Латышей может успокоить Латышей? — Я думаю, что тот же Берзин еще не исчерпал еще кредиты доверия. — А почему президент вот так вот, очень скромно и, так мягко говоря, себя ведет в этой ситуации? Ведь он, по существу, нейтральная политическая фигура, которого, в принципе, уважаем, я знаю, русскоязычные части общества. Он и общается на русском языке, и пытается как-то понять, ну... — Я думаю, что у трезвой части латышковой элиты есть мнение, что этот вопрос рассосется. — Сам? — Да, сам рассосется, потому что будут другие проблемы, там будет, может быть, европейский кризис номер два, вот там типа заживет дискуссия по поводу того, как правильно, когда заканчивать школу, и еще какие-то другие такие похожие активности, и вот с помощью этого этот проблем рассосется. — Я думаю, что они немножко не понимают, что джин уже немножко выпущен, и чтобы его загнать обратно, нужно общие усилия, а не просто ожидания. Время тут не поможет, тут нужно реальных активностей. К тому же, что печально, что с каждым днем джин выходит больше и больше. Ну, это к сожалению, но это правда, да, и из этого будет еще больше нужных усилий потом, чтобы это успокоить. Но он еще управляем. — То есть само не рассосется? — Если так, кратцем, краткое название абзаца, да, само не рассосется. — А нет такого ощущения? — И из этого просто к этому. Я думаю, что Берзенч, и не только он, ожидания типа, возможно, посмотрим, но, возможно, не будет надобности, потому что тут тоже важна одна вещь. То есть тот человек или та группа людей, которые будут те, которые будут успокаивать Алдыше, а также те, которые будут успокаивать русских. Ну, вот посмотрите здесь. Центр согласия все еще держит очень такую, ну, линию по сдержанию, по большому счету. — Все-таки. — Да. И они уже не свои. Я, когда высказываю мнение, ну, здесь на русском, иногда на алтышком, я уже точно не свой. Я кангарс, который, как это так может быть, что он вообще готов говорить о том, что мы к чему-то виновны. Мы же безвинные, мы же страдавшие. И он, оказывается, нас призывает к чему? — А мы вообще-то не виноваты, да? — Да. И они должны извиниться, а не мы про простение прочтить. — Давайте еще один звонок к первой части. Мы примем добрый вечер. Слушаем. — Игорь, гражданин Российской Федерации. Вот по этому языку. Вот когда и Берзин ждет. Он же до Литвы и Эстонии уже говорит по-русски. А почему он так поступает? — Ну, я не знаю. Он, по-моему, не говорит по-русски. — Кто? — Он не Берзин. — Нет, ну, Берзин дает интервью на русском языке. — Нет, интервью, да, но там есть уже такая условно внутренняя программа балтийского общения, что переходим на английский. Хотя, может быть, в некоторых, ну, назовем это, тусовках они и по-русски разговаривают. Не знаю. Но то, что Илва с ней говорит по-русски, по-моему, мы знаем. Из этого с ним он точно говорит по-английски. — Да, это понятное дело, да. Я вот что хотел спросить вот по поводу вот этой всей истории. Понятно, что всегда тяжело извиняться. Видимо, политики еще к этому не готовы. Но я так понимаю, что они не знают вообще, что сказать. Да, вот мы же помним, что вот эта идея, о чем вы тоже сказали в начале эфира, когда спикер Сейма и премьер говорят, надо нам сделать какое-то заявление. И потом, в результате, они отказались. Они не знали, что сказать, в принципе. Не только вот и шаг, они вообще не знают, что сказать. — Я думаю, что они изначально знали, что сказать. Но я думаю, что они одумались о том, что это говорить нельзя. — Это бесполезно. — Нет, не бесполезно, говорить нельзя. Потому что латвийская коалиция государственная, она все еще, по большому счету, говорит только на одну из общин. И таким образом, еще больше, создавая вектор от власти к одной из общин, мы все больше и больше делаем линии между этими общинами. И в этом случае мы должны думать, как их вместе объединить. Но призыв, тот же коалиционный призыв о том, что все пойдем голосовать против, он-то понятен, с одной стороны. С другой стороны, когда мы сейчас сталкиваемся с большим противовесом с русской стороны, он же создает противостояние, а не призывает к общим... — То есть они фактически подливают масло воды? — Именно, именно. Но с другой стороны, мобилизировать свой электорат. Но с помощью мобилизации своего электората, опять, ну, это есть... — По большому счету. — ... плохие стороны демократии, это делая, они способствуют именно к проведению еще больших границ между общинами, которые как бы мы стараемся снять. — Снять. Кристиан Розенович на студии. Политолог, оставайтесь с нами. Сейчас будет выпуск новостей и рекламы. Как всегда в это время, через пару минут мы вернемся. — Литова Кристиан Розенвальд. У нас в студии вот такой вопрос, который я хотел задать. А вообще, может быть, проблема в том, что у нас не создано какое-то там, не знаю, гражданское общество, где у нас есть какие-то общие ценности, и тогда, может быть, легче вести какой-то диалог. Мы вот так вот разделены по всем коридорам, по национальному, по языковому, по социальному, как говорится, по сословиям, по интересам, то есть полностью такое раздробное общество. Или это всё-таки не так? — Это, во-первых, так. И, во-вторых, у нас, в отличие от других похожих государств наших соседей, у нас проблема создания этого, о чём ты говорил, у нас намного проблемнее. Ибо, если, например, в той же России ты можешь базироваться на ценности православной церкви или бизантийские ценности, и на них ты можешь построить это новое. У меня, кстати, была очень интересная встреча с Никитой Сергеевичем Михалковым в Астане. — Кстати говоря, да. — Да. Уже такое событие, на самом деле. Мне очень понравился этот его подход. Как раз у нас удалось немножко поговорить на эту тему, как он с помощью фильма именно старается создать этот новый стержень русской души. У нас, во-первых, скорее всего, с помощью синематографа это не получится, потому что у нас не настолько большая страна, чтобы это сделать. Но, к тому же, у нас ещё проблема в том, что у нас нету, так как у России, только один стержень, тот же бизантийский. У нас есть бизантийская, как бы такая, внешняя активность, типа, как я сегодня тоже общался с другом, говорю, что, ну, типа, типичное метро Алтуфьевского в Москве, в третьем, там, подъезде трёхкомнатная квартира, а у дверей, там, 3,6 Мерседеса с охраной. То бишь, ты внутри живёшь так по-маленькому, а ты должен на распашку на улице. Это есть то, что, ну, всё-таки объединяет русских. Ты всё-таки можешь уже, ну, издалека видеть, где идёт латыш, где идёт русский. Ну, так есть. То есть есть ментальные такие различия, да? У него есть, ну, он немножко больше на вне ориентирован. То, что латыша раздражает. Латыш должен быть скромный внутри и большой внутри. Ну, условно говоря, мы немножко больше протестанты или немножко лицемельные, как католики, в том числе и я, которые, Тавтопович, на нас, чтобы обнить меня с тобой вместе, нам нужно не то, что изнутри бизантийского, ну, этого православного построить этот новый стержень. Мы должны построить над этим всем троим. Или жить, как это делает Запад, и некоторые новые, без никаких ценностей, и тогда объединять себя потребительскими всякими... То есть здесь вот такая серьёзная тема. Для того, чтобы построить Латвию национальную идею, именно латвийскую идею, мы должны быть ещё мудрее, чем Христос. Ну, это почти невозможно. Но мы должны к этому стремиться. Из-за этого то, что мы сейчас делаем, например, там тоже пару друзей, мы начинаем читать Райниса. Он к этому шёл. Он понимал тогда, в старое время, что мы здесь живём не только одни, мы должны быть интегрированы с теми, теми, теми. И вот от Райниса очень много можно взять. Ты когда сказал, что мы начали читать Райниса, я думал всё-таки, что ты скажешь, что мы начали читать Святое Писание. Там, по-моему, сказано это ещё более точно, прости меня. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Я хочу вашему собеседнику задать вопрос. Пожалуйста, да. От сортности наций. Вот почему латыши, которые живут 500 лет на этой земле, называют латгальцев, которые больше тысячи лет живут на этой земле, чанголами. Если они друг друга ненавидят, так при чём тут русские? Интересная такая тема. Давайте ещё сразу одно мнение примем, и тогда уже будем комментировать. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Да. Простите, я бы хотел отведить такой момент. Да, пожалуйста. Вам не кажется, что у большинства латышского народа вот есть некое латентное, скрытое чувство, националистическое чувство хозяина? Они не могут как-то приравнять русскоязычное население. Вот вроде приравнено, но всё равно мы главнее. Мы главнее, и вот всё. К сожалению, да, скорее всего. И я это воспринимаю так, что мы второсортны по отношению к другими нациями Европы. Мы не можем себя чувствовать адекватно. Как бы мы той же семье, но мы там бедные родственники. Из-за этого, например, в моём бизнесе, которым я занимаюсь, в пиаровском, очень похожа такая ситуация, что самые лучшие мои клиенты, точнее, самые лучшие мои клиенты, это те клиенты, которых утром их клиенты заставляют условно унижаться по отношению к своему заказчику. Ясно выразился, Абит? Да. Когда, например, строителя утром их заказчик, условно говоря, плёткой поставил по углам, почему ты мне так построил, почему ты не сделал это сам? Тогда, когда он одновременно является заказчиком, через пять минут, например, заказывая рекламу какую-то, он по отношению к этому своему клиенту также те же комплексы, которые только что утром получил от этого, как бы пускает в дело. И то же самое, на самом деле, у нас. Мы второсортны по отношению к Лондону, Берлину, даже Стокгольму, не говоря про Брюссель. Ну и из-за этого мы быстренько находим более второсортных по отношению к нам, на которых мы уже не чувствовали себя такими ущемлёнными. Когда мы смотрим на русских, утрированно мы, и на русских, тогда мы чувствуем себя, мы же не второсортны. Мы же хозяева. Мы же, как минимум, лучше, чем вы, утрированны. Да, тяжело. Вот в основе всё-таки психология, правильно? Добавич, слушаем вас. Здравствуйте. Я хотела сказать по поводу объединяющей идей, по крайней мере, одна из идей. Вот, по крайней мере, я в последнее время пытаюсь как-то, ну, скажем, в латышской среде, так как я общаюсь в той и другой среде, внушать всё-таки идею любви. Мы очень агрессивны. К сожалению, эта агрессия идёт от наших комплексов, безусловно, от нашей истории и всего прочего. И поэтому смотрится всё сквозь призму этой агрессии. И что вот если будет так, как было вот в сороковом, скажем, году, или ещё что-то такое, да? Поэтому, в принципе, идея буддизма, любви, мне кажется, она могла бы быть той надстройкой над католицизмом, протестантством и православными. Спасибо. — Ну, я даже добавил, чтобы не получилось так, что я себя и своих, себя и латышей, как бы, опускаю. Я именно так и думаю, что если мы бы... То же самое, что и россиян, на самом деле. Как только россияне найдут себе силу понять, что мы очень горды собой, ну, что мы большая нация, к примеру, в этом случае, когда мы смотрим по поводу Москвы. Потому что отношение, то, что делает иногда Москва по отношению к другим странам, это тоже тот же комплекс неполноценности. Мы должны там, типа, поставить, чтобы нас все слушались, чтобы нас все уважали. Ну, ты знаешь всякие, как выглядят некоторые инициативы российской дипломатии. И то же самое у нас. Мы должны себя сами успокоить тем, что мы должны гордиться собой. Как только мы будем гордиться собой, что мы, да, мы маленькая нация, но мы горды, потому что у нас есть вот такое дело, у нас есть такой успешный бизнес, у нас есть такие возможности, у нас есть... Золотые слова. А мы все время говорим о том, что мы обиженные, угнетенные, оскорбленные. Да, то бишь, и вопрос в том, что когда мы себя угнетаем сами с тем, что мы же те, которые больше всего пострадали и тому подобное, мы сами себя еще больше в комплексе загоним. Но это к молодежи тоже относится? Я почему спрашиваю? Потому что есть такое представление, мы вышли уже, к сожалению, из такого молодого возраста, но есть такое представление, что все-таки, что молодежь, она все-таки несколько другая. И я имею в виду и молодые латыши, и молодые русские. Или все-таки и это передалось? Но есть, к сожалению, следующее, что есть очень большая доля людей, которые вообще не имеют ценности. Вот, к сожалению, да. Вообще никаких. Да, вообще никаких. Ну, потребительских, по большому счету. На национальные ценности, которые такие формы, формы национальных фобий, очень легко заманить людей, потому что я сейчас как раз вижу наоборот, что есть очень много молодых людей, которые не пережили никакого Советского Союза, которые в пионеры никто сильно не заставлял вступать. Но все, ну, ненавидят за них всех. Ну, они вдруг начинают, типа, мы за, там, гордыну, типа. Потому что, посмотри, за подписание же тоже очень много именно молодых было, а не только старых. Для которых нет проблем с латышским, кстати говоря. Да, это тоже тогда показатель, что и тех людей, которые такие за те ценности, которые только что женщина звонящая говорила, что, типа, про любовь, которые, по большому счету, уже про христианство, их мало-мало. Как бы мы христианское государство, и, к тому же, и русские, и православные, они же не мусульмане, они же они, да. Но все равно там любовь и все это, ну, очень маленьким. Кто-то сказал такую вещь, не знаю, она мудрая или нет, но что-то в этом есть. Кто-то сказал, что ситуация может измениться, когда к нам приедут третьи, ну, условно говоря, когда к нам приедут гастарбайтеры, называйте, как хотите. Ну, мне же вчера один, как раз русский парень рассказывал. Эмигранты из стран третьего мира, и тогда все объединятся уже, и русские, и латыши, против вот этой категории. По поводу этого мне просто как раз один русский друг вчера, позавчера сказал анекдот, что, который ему рассказывали где-то в 80-х каком-то году, что по улице Ленина, который ныне Мао Цзэдуна, тихо, шепотом идут два латыша, которые шепотом говорят на русском, чтобы никто не услышал. И вот тогда, как говорится, дружба случится, да? Ну, я надеюсь, что раньше. Ну, я надеюсь, что раньше. То есть, в принципе, можно говорить, что в ближайшее время можно найти какой-то выход из ситуации? Я думаю, что есть, конечно, слишком много отчаянных людей. И это то, что я также писал, ну, и, кстати, тоже опять, ну, не только я. Когда здесь был Лукьянов, этот политолог, по-моему, ты тоже был на этой встрече. В.Путин. 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 Тогда он сказал, что чем отличается сегодняшнее руководство Европейского Союза, и в том числе и России, от того, что было до этого, что сейчас правят Европой и вообще миром те люди, которые не помнят войну. Потому что, коль, и не говоря про тех, которые основали Европейский Союз, это были, ну, реальными очевидцами той страшной войны, они понимают, они знают, что может произойти в случае возможности играния со спичками. Тогда у действующих, например, так, ай, ну и что? Ну, я же там, типа, вот там зажег спички, там зажег ищешь, а я, типа, ну, потом фу, потушу. И они, в этом случае есть опасность та, что те люди, которые сейчас здесь, они даже по книжкам ничего не понимают. Меня, почему я очень взволнован, почему я очень такой стревожен, хотя, с другой стороны, я не хочу эту тревогу все равно заносить в эфир. Тем не менее. Тем не менее, я был в Цкинвале, я прожил месяц в Цкинвале, когда работал в Ноздене, я прожил месяц в Сухуме, я прожил месяц, типа, на Керте, так же, как в Чечне. Я помню, как это все началось. Началось это примерно вот один к одному. По-медленному поговорим про это, поговорим про то, кто был виновен. Давай сейчас там, типа, дадим в морду тому, который нас не послушался. Потом идет отомщение за то, что получил в морду. Ну, тот не получил квартиру, идет отдавать, отнимать квартиру от того, который его... И начинается, типа, что Болдырая русская, там, не знаю, там, Озовная килотышка. Ну, и вот так и началось. По-маленькому. Вот так, так, по-маленькому. Я надеюсь, что люди, которые здесь образованы, которые все-таки, ну, как минимум, окей, войну не видели глазами и не участвовали в ней, ну, хоть книжки читали, они понимают, что в обеих сторонах, что, ребята, давайте, ну, по... — Мирно все. — Ну, потусовались немножко, но давайте все так, ну, не переходим к гране, потому что когда это выходит в тот уровень, когда это на улице уже бытует, ты точно это не можешь остановить. Там призывы политиков Степанокерти, ну, или там Цкинвал, и уже давным-давно, ну, не действуют. И вопрос в том, что, ну, эту грань, она очень быстренько переходит. Я точно надеюсь, что и русские это понимают. Ну, вряд ли, ты знаешь, что там много русских, которые хотели бы, давайте, давай, дожимаем с этими референдумами до конца, покажем латышам, кто здесь там, типа, что они, не только они. Ну, и если будет там что-то с кровополитием, ну, это... Ну, к счастью, таких людей не много. Наверное, они есть, но... Пока они в меньшинстве, ну, и пока их очень мало, все еще в порядке. И я надеюсь, что так и есть, что... И в этом случае то, что я тебе сказал по поводу Берзенща, и не только про него. И пока будем мы, так же с тобой, так же вот именно не утрировано, а конкретно, будем заниматься тем, что будем призывать и латышей, и будем, то есть, активно говорить про это. Ребята, я знаю, что есть проблема. Я знаю, что на самом деле у латышей есть правда. И это правда, что на данный момент, например, сейчас все больше и больше людей из-за принципа не говорят по-русски, и не говорят по-латышке в том числе, что есть у каждого из нас уже своя обида, которой мы хотим, чтобы весь вокруг нас социум про нее знал и с нами вместе страдал. Но, ребята, давайте успокоимся, потому что это может обойтись очень-очень плачевно. Очень плачевно. Спасибо большое. Действительно, очень интересный разговор у нас получился. Спасибо радиосуществителям, которые продолжают звонить. Но вот так вот время у нас незаметно подошло к концу. Кристиан Розенвальц у нас был сегодня в студии. Политовок, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин